Здравствуйте, меня зовут Макаров Михаил, я работаю в компании InstaForex с аналитиком-преподавателем, и мы начинаем нашу регулярную с вами встречу, посвященную текущей ситуации на рынках, на валютном рынке, на других рынках. Вот какие новости, каждый понедельник в 16.00 мы встречаемся и обсуждаем важнейшие для рынка темы. Итак, сейчас 16.00, московское время, сегодня понедельник, и мы начинаем. Для начала мне нужно будет запустить трансляцию рабочего стола, чтобы я мог вам показывать картинки, может быть придется для этого секундочку подождать. Сегодня мы начнем, как обычно, с оценки ситуации с коронавирусом в мире, в Европе, в России. Потом мы поговорим, какие новости нас ожидают на неделе, и посмотрим на графики текущей ситуации. Итак, начнем, как мы говорили, начнем с ситуацией с коронавирусом. Вот у меня картина. Коронавирус-монитор на сегодняшний день, на 19 октября. Значит, всего в случае в мире 40 миллионов 366 тысяч, 1 миллион 120 тысяч человек умерли, 30 миллионов 155 тысяч выздоровели. Значит, вот два графика, которые показывают хорошо текущее состояние. На левом графике мы видим, что у нас на максимумах находится историческая заболеваемость. Болеваемость почти 400 тысяч новых случаев в день. Это огромное количество. Правый график – это число смертей в день, и он вызывает некоторый оптимизм, потому что, возвращаясь к предыстории, я могу сказать, что когда в Европе была большая первая волна, и в Америке, вот, например, 15 апреля, значит, у нас было 8 тысяч смертей в день. А при этом, если мы посмотрим здесь, то в середине апреля у нас было, значит, примерно меньше 100 тысяч случаев в день. Вот. Сейчас у нас 400 тысяч случаев, то есть в 4 раза больше случаев, и смертей, даже если мы возьмем максимальный день, это 6 тысяч случаев. То есть у нас количество заболеваний новых случаев выросло в 4 раза по сравнению с серединным апрелем. А количество смертей, слава богу, в общем, не увеличилось. То есть примерно на том же уровне. То есть это означает, что смертоносность вируса, слава богу, снизилась, в общем-то, в 4 раза. Где тут, так сказать, чье влияние? То ли научились лучше лечить, то ли смертоносность вируса снизилась. Я думаю, что, скорее всего, и то, и другое вместе. Но, в общем, конечно, это хороший момент на фоне значимости у плохого. Это сегодняшние отчеты. По России, как всегда, довольно рано предоставляется отчет. Практически 16 тысяч случаев в России. Могу сразу сказать, что это больше, так сказать, пика первой волны. В первой волне пик был 11 600 случаев. То есть это примерно уже где-то там на 35% выше. Да. Значит, что у нас по странам? Вот отчет за вчерашний день полный. Я сейчас отранжирую его по количеству новых случаев. Вот мы видим, что по-прежнему на первом месте по количеству новых случаев держится Индия, 55 тысяч случаев. На втором месте Соединенные Штаты, почти 45 тысяч случаев. А вот на третьем месте, видите, вырвалась Франция, почти 30 тысяч новых случаев. На четвертом месте Британия, 17 тысяч. На пятом месте Россия, 15 тысяч. На шестом месте Италия, 12 тысяч. Вот, то есть смотрите, кроме первого и второго места, которые очень давно удерживают Индии и Соединенные Штаты, потом идет 4 места, 4, так сказать, первых места, это идет европейские страны. Потом с промежутком на Бразилию, где существенно все-таки улучшилась ситуация, там в тыке было примерно 60-70 тысяч случаев в день. Идет Бельгия, 11 тысяч. Потом пропуская Аргентину, Польша, 8 с половиной тысяч. Нидерланды, 8 тысяч. То есть огромная вторая волна в Европе. Вот, если мы дальше посмотрим, что у нас дальше, там идет по-прежнему, ну, Колумбия и Мексика, да, но потом Германия 5 тысяч случаев, Украина 5 тысяч случаев, Чехия 5 тысяч случаев. И Румыния со своими четырьмя тысячами. То есть очень большая вторая волна в Европе. Несомненно, это сказывается и на экономику. И, так сказать, Международный валютный фонд заявил, что пока не будет преодолена ситуация с коронавирусом, так сказать, не сможет, не будет устойчивого восстановления мировой экономики. Какая у нас ситуация с вакциной? Вакцину обещают в России в ноябре, но непонятно, то ли будет начало, то ли конец ноября. Сегодня только прозвучало заявление Пескова, что вакцины «Спутник-5», я так понимаю, что это вторая вакцина, очень интересуются зарубежные страны, вот и готовы покупать. Но я не очень понимаю, как можно продавать, если нет вакцин, даже для того, чтобы российских граждан активно, значит, вакцинировать. Вот, это, значит, первая ситуация. Сейчас я, на секундочку, вернусь, как бы, так, сюда, здесь у нас все в порядке, вот, и я, значит, возвращаюсь. Теперь поговорим о том, что у нас в календаре на эту неделю. Открываем наш сайт instaforex.com, значит, открываем календарь, я его отранжировал, только новости по Соединенным Штатам, по Европе, что есть. Вот сейчас буквально выступает глава Федерального резерва Джером Пауэлл, это важное событие, а больше сегодня ничего такого, ну, кроме выступлений членов ФРС и членов ЕЦБ, сегодня никаких особо важных данных нет. Во вторник, что у нас, значит, начало строительства новых домов в Соединенных Штатах, не очень это важно, да, предыдущие было минус 5%, но это связано, конечно, с пандемией, вот, и несколько выступлений членов ФРС, тоже не очень важно. Среда, запасы нефти, вот, и бежевая книга ФРС. В принципе, бежевая книга, конечно, интересна, она стандартно выходит за две недели до заседания ФРС, но, как бы, в принципе, прямо на нее рынок не реагирует. Мы и так знаем, что восстановление идет довольно неплохими темпами, поэтому вряд ли что-то в бежевой книге будет такое сногсшибательное. В четверг, вот, последние недели главным таким новостным фактором являются данные по занятости еженедельные. Если раньше это всегда были non-farm payrolls, то есть раньше ежемесячные, то сейчас еженедельные. Да, значит, и главным, на что обращается внимание, это на длительную незанятость. Вот она, видите, составляет 10 миллионов. На прошлой неделе она снизилась практически на миллион, то есть было 11, стало 10. То есть это очень замечательные данные, но посмотрим, так сказать, какой будет тут даже прогнозами. Заявки на пособие по безработице очень большие, они примерно там почти 900 тысяч, в спокойном состоянии это где-то 200-250 тысяч в неделю, но это сейчас смотреть не надо, потому что вот в связи с пандемией и в связи, так сказать, с волатильностью в экономических процессах это вполне возможно. Обращать внимание надо вот именно вот на длительную занятость. Потом индекс опережающих индикаторов, вот это самое, потом продажи готовых домов, ожидается в принципе такой нормальный рост. Ну и дальше вот по Европейскому Союзу индекс потребительских настроений. Минус 15, да это довольно плохо. Вот. И потом в пятницу у нас будет, что по Европе будет PMI, PMI сервис. И в принципе мы видим, ожидается снижение, ожидается замедление восстановления, очевидно, в связи с новой волной пандемии. Вот. И в принципе вот и все. То есть довольно спокойно на сегодня, довольно спокойный такой календарь. Теперь давайте посмотрим, что у нас по активам. Вот, мне кажется, наиболее интересно то, что происходит с европейской валютой. Европейская валюта образовала уровень, так сказать, ключевой для входа на пробой в конце прошлой недели. Это был 1.1745. Вот. И сегодня с утра евро сходил вниз, нарисовал нижнюю, так сказать, опорную точку и выскочил выше этого уровня. Мы по евро стоим, у нас, нам удалось войти от 1.1710 со стопом 16.85 под этим глобальным лоу. Но мы, так сказать, также вошли по 1.1748 со стопом 1.1700. Это вот под сегодняшним лоу. И ждем дальнейшего развития. Значит, в любом случае мы ожидаем, вот видите, вот в этом канале, да, то есть мы ожидаем, что будет продвижение в этом канале и ждем, что не меньше, чем в 18.50, 1.1860 покажет европейская валюта в этом ходе. Будем смотреть. В принципе, если мы посмотрим, то вроде как бы остальные пары поддерживают. Вот если мы посмотрим фунт дневный график, то он тоже вроде начинает разворачиваться наверх. Вот. Если мы посмотрим по доллар-франку, то доллар-франк тоже дает хорошую такую дневную свечу вниз. Ему осталось только пробить лоу вот 0.9085, и тогда он может идти пробовать вот эти глобальные лоу, которые находятся вот, глобальные лоу находятся на 0.9, вот на 0.9, и туда дальше можно проваливаться, если получится, конечно. Что касается доллар-франк, то не так это все очевидно, но тоже вроде как бы она отталкивается от пересечения средних по дневному графику, и тоже в принципе может быть ускорение, если он пройдет 105 вниз. И вот это вот лоу тоже 104.95. Вот 104.80 проходит, и тогда можем, значит, вот уже где-то на 103.80 можем падать. Ну, посмотрим, что у нас, что касается американского рынка. Американский рынок, как мы много раз и говорили, он, значит, вот хай у него был годовой, он показал 2 сентября 358.70 по этому графику, и он показал 354, то есть он 4 пункта вот по этому, ну, по самому индексу S&P 500 он 40 пунктов не дошел, да, и вот его оттуда начали продавать. Мы, собственно, так и ожидали. Дело в том, что американский рынок глобально будет ждать, конечно, результатов выборов президентских в ноябре, потому что все ожидают, что, скорее всего, выиграет Байден, а это будет означать смену и налоговой, и бюджетной политики. В принципе, для рынка это не очень хорошо, потому что ожидается более взвешенная, более ответственная финансовая политика, а для рынка не очень хорошо, потому что рынок, наверное, испытает какую-то серьезную глубокую коррекцию. Вот такая ситуация. Да что у нас с нефтью? Значит, нефть, вот у нас дневной график, видите, такой нефть уходит в такой диапазон с верхом 43,50, с низом 36,50. Пока не будут выбиты низы 36,50, все это пока смотрит наверх, но наверх тоже нужно 43,50 прорвать. Нефть вот так в коридоре забилось. Что касается рубля. Рубль, я считаю, что вот эта картинка доллар-рубль, я считаю, что доллар и евро можно покупать за рубли, но пока вот происходит некое успокоение. Рубль очень беспокоился насчет санкций из-за дела отравления Навального, но, как мы видели, санкции ввели очень слабенькие, никакого влияния, собственно, на рубль это не оказало, вот, и поэтому вот произошла некая остановка динамики. Но я полагаю, что все равно глобально доллар и евро относительно рубля смотрят наверх. Вот так я вижу такая ситуация. Вот тут полагалось бы, так сказать, место для ваших вопросов, но поскольку, как бы, вопросов никаких нет, вот я могу только сказать, что если вы хотите смотреть, так сказать, и иметь возможность задавать вопросы, а смотреть не только на ютюбе, то я вам советую, так сказать, заходить в 16.00 по понедельникам, регистрироваться на сайте instaforest.com, искать там раздел расписания вебинаров и через это расписание заходить на наш вебинар. Простите. Вот, собственно, я сказал все. Большое спасибо вам за внимание и до свидания.